Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. При моих 1,86 м я разместился здесь довольно удобно. С таким двигателем Жук разгоняется до 100 км в час за 11 секунд. Здесь в буквальном смысле присутствует огромная пластиковая корыта. Рулевая рейка на Жуке электрическая и, кстати, ходит весьма неплохо. Перед покупкой автомобиля многие смотрят информацию по авто в интернете, изучают фотографии и так далее. Однако подобный серфинг не дает ответа на вопрос, подойдет ли подобная машина лично вам. Но что делать, если нет возможности примерить понравившуюся модель, как говорится, и посмотреть по факту? Смотрите обзоры сегодня про Nissan Juke F15. Ответы на многие вопросы, в том числе, есть ли там багажник и помещусь ли я туда. Первое поколение Nissan Juke с кузовным индексом F15 продавалось на российском рынке с 2011 по 2020 годы. При этом в 2014 году автомобиль прошел через рестайлинг, в ходе которого слегка обновили внешность. А также сменилась модель вариаторной коробки передач. Российский потребитель мог купить этот автомобиль с двумя вариантами моторов. Оба бензиновых и оба объемом 1,6 литра. 117 лошадиных сил в атмосферном исполнении и 190 либо 200 в варианте с турбонаддулом. И это разные моторы, не относящиеся к одной серии. Коробки передач либо механические, либо вариаторные по типу привода Nissan Juke мог быть как передне, так и полноприводным, если речь идет про турбомодель. У нас на обзоре 2011 год. Это атмосферный 1,6 с вариатором и передним приводом. Габаритные размеры этого действительно компактного кроссовера следующие. Длина кузова 4 метра 13 сантиметров, ширина 1,76 метра, высота 1,56 метра, а колесная база 2 метра 53 сантиметра. Снаряженная масса автомобиля 1192 килограмма, а максимально разрешенная 1630. Что касается толщинелых красочного покрытия, то Nissan Juke окрашен стандартным слоем для японских леворульных авто. От 90 до 135-140 микрон. Кузов Juke очень неплохо сопротивляется ржавчине на самом деле, но ловит сколы. Кстати, при покупке поддержанного автомобиля крайне желательно осмотреть места стыков пластика и металлических частей кузова. Ну и, конечно, не поленится поднять автомобиль на подъемнике в зоне риска традиционно задней арки. Ну а теперь переходим к внутреннему пространству автомобиля. И начнем с багажника. Объем по каталогу 354 литра при сложенных спинках заднего сидения увеличивается до 1189. Визуально багажник очень неглубокий, да и погрузочная высота здесь великовата. В самой узкой части ширина проема 86 сантиметров. Высота от фальшпола 68. Ширина в узком месте 91 сантиметр. А длина по полу 67. Спинка заднего сидения складывается по частям и практически в ровный пол. При этом вы можете погрузить сюда груз длиной до метра 42. А максимально длинный груз, который упрется в переднюю панель, будучи просунут между передними креслами, это 2 метра 38 сантиметров. Багажник Nissan Juke это как раз то понятие, которое содержит в себе двойное дно. Здесь в буквальном смысле присутствует огромная пластиковая корыта с набором штатного инструмента. А под ним скрывается запасное колесо в формате докатки. Ну а теперь, что касается салона и удобства посадки. При моих 1,86 м я разместился здесь довольно удобно. Рулевая колонка имеет механическую регулировку, причем только в одной плоскости по вылету ру не регулируется. Зато диапазон регулировки сидения здесь достаточно большой. И когда я полностью отодвигаюсь назад, я могу выпрямить левую ногу в колене, дотянувшись носком до моторного щита. Кресла у этого кроссовера имеют тонкий намек на спортивность. Здесь есть намеки на боковую поддержку на спинке и на подушке сидения. Также здесь имеется регулировка сидения водителя по высоте. Но чтобы ей нормально воспользоваться, придется открыть дверь, поскольку зазор между самим сидением и подлокотником маловат. И чтобы просунуть сюда руку, придется изловчиться. Ощущения сверхпростора в плане ширины здесь нет. При моей нормальной посадке я уже упираюсь локтем в дверную карту. А вот запаса над головой еще хватает. Рулевое колесо здесь небольшого диаметра, удобная и эргономичная форма. Обтянута кожей и не скользит. Приборная панель абсолютно читаемая. Здесь аналоговый спидометр и тахометр с белой подсветкой, которая не раздражает глаз. И оранжевый дисплей бортовика, на котором расположены электронные указатели температуры и уровня топлива. Так же, как и Кашка в европейской леворульной спецификации, жуки оснащаются в том числе и датчиком уровня масла. Так что можно не опасаться, что проверяя масло почаще, вы вычерпаете его щупом. По умолчанию у Жука нет центрального подлокотника, и это можно назвать эргономическим просчетом. Подрулевые переключатели расположены далековато, и даже мне с моей длиной пальцев к ним приходится тянуться. Но переключаются они без дешевых и громких пластмассовых щелканий. Что касается кнопочек, то Жук ими абсолютно не перегружен. Стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте. Слева от рулевого колеса регулировка зеркал, корректор фар, омыватели и система стабилизации. Здесь же будет клавиша управления полным приводом. Если машина таковым оснащается на рулевом колесе, с левой стороны управление магнитолой, справа круиз-контроль. В данном случае комплектация предполагает наличие штатной мультимедиа с навигацией. Здесь есть камера заднего вида, и здесь есть лирическое отступление. Неважно магнитола с дисплеем, либо обычный CD-проигрыватель у вас. При покупке автомобиля уточняйте наличие сервисного кода разблокировки магнитолы. Если хозяин его не сохранил, и вы снимете аккумулятор, например, для его замены или подзарядки, то после установки аккумуляторной батареи обратно вы обнаружите, что система заблокирована и требует код безопасности. Его придется получать у дилера за отдельную плату. А вот блок управления климатом здесь решен. Оригинально климат, однозонный. Поворотные рукоятки ведают скоростью и температурой воздуха. При помощи клавиш переключаются направления обдува. И, кстати, проверяйте эти вещи, поскольку на жуках очень часто отказывают именно заслонки воздухосмесителя. В результате чего вы остаетесь, например, с потоками воздуха только на стекло и в ноги. И не имеете больше возможности их переключать. Также именно на Nissan Juke в 2011 году появилась фишка, которую сейчас преподносят, как новаторскую находку на корейских автомобилях. При нажатии клавиши D-Mode вы полностью смените назначение всех остальных клавиш. Поменяются надписи и функционал. В данном случае это управление режимами работы автомобиля. Обычный, спортивный, либо экономичный. Также есть информация по расходу топлива. Индикатор перегрузок, в общем-то, не очевидно, зачем он нужен на атмосферном варианте. И меню настроек самого дисплея. Внизу располагается AUX-выход и USB-разъем и 12-вольтовая розетка с заглушкой вместо прикуривателя. Селектор коробки передач, в данном случае вариатора, у нас классический. Это прямая прорезь и обычный механический стояночный тормоз. Дальше всего Nissan-овцы упрятали клавиши управления подогревом сидений. И если владелец поставил сюда нештатный подлокотник, то клавиши эти окажутся уже не в столь удобном доступе. Что касается подстаканников, бардачков и так далее. В данном случае есть очень узенькая и не очень полезная полочка перед селектором. Два подстаканника в центральной консоли, в один из которых можно поставить пепельницу. И вместо бокса в центральном тоннеле очень небольшое углубление, которым также могут пользоваться и задние пассажиры. Зато в этом автомобиле абсолютно бездонный и безразмерный бардачок. Вот в таком положении мне удается дотянуться до его задней стенки. Так что сюда войдет не только формат А4, но и, скажем так, большая советская энциклопедия. Причем, вполне возможно, два ее тома. Внизу дверных карт производитель предусмотрел узенькие кармашки, передняя часть которых отформована под бутылку с напитком. А вот в том, что касается обзорности, впечатления смешаны однозначным плюсом. Здесь будут огромные наружные зеркала. Они настолько информативные и большие, что подошли бы и внедорожнику покрупнее. С маневрированием в потоке и парковкой никаких проблем нет. Обзорность назад очень здорово зависит от наличия либо отсутствия в комплектации камеры заднего вида. Если ее нет, придется туго. Так что лучше будет ей автомобиль дооснасти. А вот лобовое стекло здесь достаточно узкое. Плюс передние стойки крайне широкие и вполне могут ограничивать обзор при маневрировании. Зато именно этот автомобиль может похвастаться видимыми передними габаритами. Вы в любом случае видите выступающую часть фары, по которой можно ориентироваться при парковке. Так что привыкнуть к габаритам Nissan Juke получится быстро и даже у неопытного водителя. Что касается заднего сидения, места над головой. Здесь достаточно места для ступней под передними креслами. Тоже здесь можно буквально пританцовывать. Тоннель на полу есть, но он очень небольшой. Само сидение представляет собой практически плоскую скамейку. Немного отформованной является только спинка. Никаких дополнительных откидных подлокотников в центральной части не предусмотрено. Из приятного крепления типа Isofix для детских сидений. При моем росте и посадке сам за собой я упираюсь коленями в переднее сидение. Правда оно при этом мягкое и подобный контакт не дискомфортен. Если у водителя и переднего пассажира подлокотники на дверных картах обтянуты тканью, то здесь, увы, жесткий пластик. Да и кармашек внизу двери здесь отформован только под одну бутылочку, либо стакан. Коротко об агрегатах. Под капотом российских ЖУКов стояли двигатели объемом 1,6 литра. Оба бензиновых, младший по мощности мотор выдает 117 лошадиных сил и 156 ньютонов метров крутящего момента. С таким двигателем ЖУК разгоняется до 100 км в час за 11 секунд, если говорить про вариаторную версию. А максимальная скорость составляет 178 км в час. Маркировка такого мотора HR16DE. Именно этот двигатель вы можете обнаружить под капотом таких бестселлеров, как, например, Nissan Note E11 или Nissan Teida. Это рядная четверка с двумя верхними распредвалами, без гидрокомпенсаторов, с распределенным впрыском топлива и цепным приводом газораспределительного механизма. Мотор надежный, но на больших пробегах, скажем, за 200 может быть склонен подъедать масло, поэтому на дымность лучше проверить автомобиль перед покупкой. Более мощный агрегат, выдающий 190 либо 200 лошадиных сил и 240 или 250 ньютонов метров крутящего момента в зависимости от модификации, это MR16DDT. Суффикс DDT указывает на наличие на таком двигателе непосредственного впрыска топлива и турбонаддува. Это тоже алюминиевая рядная четверка, тоже два верхних распредвала и тоже нет гидрокомпенсаторов. Но при этом основная проблема турбомотора как раз таки заключается в небольшом ресурсе цепи ГРМ, которая научилась работать за 100 тысяч километров пробега только к своей финальной ревизии. А на самых первых партиях были случаи, когда цепь растягивалась к 60 тысячам. К моментам, которые следует проконтролировать при покупке турбо-жука, добавляется состояние топливного насоса высокого давления и непосредственно самой турбины. Хотя с таким двигателем Жук, особенно с механической трансмиссией, очень и очень резвая машина. RS5F92R для мотора атмосферного. Что касается коробок передач, переднеприводные автомобили могли оснащаться механическими трансмиссиями. Это 5- и 6-ступенчатые коробки. Их маркировка RS5F92R для 5 и RS6F94R для 6-ступки. Обе коробки хорошие, отличаются неплохим ресурсом. Крайне редко в 5-ступках гудят подшипники и ток большим пробегом. И по сути владельцам могут посетовать разве что на чувствительный к холоду механизм выбора передач. 6-ступенчатая коробка традиционно считается чуть покрепче. Хотя она имеет уже двухмассовый маховик и в случае если дело дойдет до его замены, этот ремонт влетит в копейку. Что касается вариаторных трансмиссий, то их на жуках стояло аж 3 разновидности. До рестайлинговые автомобили имели под капотом либо вариатор Jatka GF015E для переднеприводного атмосферного варианта, либо Jatka GF011E для варианта с 4WD, то есть с турбонаддувом. Более старая коробка 011E, которая стоит на турбожуках, в целом покрепче и надежнее, чем 015E. Вот именно с 15-й трансмиссией были связаны те самые случаи выхода коробки из строек пробегом 50-60 тысяч километров на машинах первых партий. Однако компания Nissan, неоднократно ее модернизируя, все же добилась какой-никакой приемлемой надежности после 2015 года, когда на Nissan Juke эту трансмиссию уже давно сменил вариатор модификации 016. Он получился неплохим и свои 250 тысяч километров пробега способен отъездить при условии должного обслуживания. А вот в ремонте 016-я коробка будет гораздо дороже. Не стоит пугаться атмосферных переднеприводных машин, ведь большинство из них уже так или иначе прошли через ремонт вариатора, в ходе которого используются, как правило, ревизионные, более долговечные запасные части. Давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. Минимальная высота здесь под защитой моторного отсека и от асфальта до нее 16 сантиметров. Край переднего бампера в 20 сантиметрах от асфальта, плюс это пластиковая неокрашенная часть, которую, если что, можно относительно быстро и недорого привести в товарный вид. До порога за передним колецом 21 сантиметр. В задней части 24, до брызговика 19. Ну а край заднего бампера находится на отметке 31 сантиметр от поверхности асфальта. С геометрической проходимостью у этого легкового, напомним, автомобиля все в целом в порядке. Что касается ходовой части, этот автомобиль построен по классической схеме для всех современных бюджетных авто. Передняя подвеска в данном случае это Макферсон. Шаровые опоры с рычагами меняются по задумке производителя в сборе. Стабилизатор поперечной скройчивости закреплен сверху на подрамнике. Подобраться к его креплениям для замены втулок дело достаточно трудоемкое. Поэтому, скорее всего, проще будет просто частично демонтировать сам подрамник. Рулевая рейка на Жуке электрическая и, кстати, ходит весьма неплохо. Но если на автомобиле при езде вы чувствуете постукивание в руле при проезде мелких неровностей, проблема может крыться не в самой рулевой рейке, а в рулевом валу. Его сочленения как раз таки не отличаются повышенной живучестью. Так же, как и на большинстве моделей Nissan, не стоит пугаться и протяжного заунывного скрипа при вращении рулевого колеса. Его издает пыльник рулевого вала, который зачастую бывает достаточно обработать чем-то типа силиконовой смазки. Что касается антикоррозийной обработки, то этот автомобиль, как и большинство машин, продаваемых официально на российском рынке, имеет антикоррозийную обработку по днищу в том числе. Единственный момент, сама отбортовка порога в данном случае ничем не закрыта. Пластиковых защит здесь нет, а вот термоэкраны присутствуют. В задней части автомобиля располагается пластиковый топливный бак. Его объем 46 литров. Что касается задней подвески, то у переднеприводного жука в данном случае будет самая обычная балка. Подвеска зависимая и по сути особо выходить из строя здесь нечему. Пружины и амортизаторы стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза, кстати говоря, дисковые. Что касается полноприводных разновидностей, то у таких автомобилей интересная конструкция самого полного привода. Она напоминает по своему конструктиву Honda Pilot, так как у турбо-жуков с полным приводом целых две муфты. Каждая ответственна за свою полуось. Подобная схема позволяет более гибко варьировать крутящий момент между колесами и добиваться лучшей управляемости в поворотах под тяги. На этом наш обзор подошел к своему завершению. Надеемся, у вас появилось понимание, что собой представляет кроссовер Nissan Juke в целом и подойдет ли он вам. Хотя окончательное решение, конечно, вы будете принимать после очного знакомства и тест-драйва. Если заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на подъемнике, напоминаем, это 2011 год. 1.6 атмосферник передний привод с небольшим родным пробегом. Пишите номер телефона, указан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp. Так что, если есть вопросы, задавайте их. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А сейчас спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!